всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня буду готовить вяленые сливы если вам нравятся простые доступные рецепты то не забывайте поддерживать меня ставить лайк подписываться обязательно пишите мне комментарии делитесь моим видео со своими друзьями ну а я буду делиться с вами своими любимыми проверенными рецептами если вы подписываетесь на мой канал то выбирайте черный звенящий колокольчик тогда вы точно ничего не пропустите ну а теперь давайте будем начинать для начала сливы необходимо хорошо помыть я помыла с добавлением пищевой соды в раковину наливала воду добавляла туда немножко соды выдерживала минут пять сливы и затем промывала под проточной холодной водой затем их необходимо разрезать напополам нам нужны половинки и достать косточки уложила все на противень заселены силиконовым ковриком если такого нету можно тефлоновым можно пергаментной бумагой ну или если же у вас с антипригарным покрытием сам противень то можно ничем не застилать теперь сверху присыплю солью немного сахаром затем добавлю прованские травы гранулированный чеснок и отправлю все подсушиваться подсушивать буду в духовом шкафу у меня есть специальная программа и там предустановленная температура 60 градусов я обычно сушу при 60 градусах и делаю это так нагревают духовой шкаф в течение 30 минут вот ну в смысле он нагрелся и работает 30 минут затем отключаю приоткрываю дверцу и у меня то что я сушу полностью остывает затем через какое-то время опять нагреваю опять 30 минут и опять отключаю можно делать все это непрерывно я делаю это постепенно за счет этого экономится электроэнергия вот ну и получается более такой постепенный вариант подсушивать можно до той стадии которая вам необходимо можно сделать более влажными либо более сухими если вы будете хранить просто в стеклянных банках не заливая маслом то я рекомендовала бы подсушить более сильно если же вы будете впоследствии заливать и маслом и хранить в холодильнике то естественно можно подсушивать меньше посыпаю сахаром буквально чуть-чуть чтобы сверху карамелизовалась и для того чтобы нейтрализовать немного кислоту слив потому что у меня сливы достаточно кислые и делаю это все на глаз но естественно зависит от вашего вкуса и от ваших предпочтений по такому же принципу я готовила и вяленые томаты но для подсушивания лучше использовать сорта которые менее сочные например сливку ну вот где больше мякоти чем сока также меня раньше спрашивали подсушиваю я закрытой дверцы либо открытые смотрите у меня сейчас в духовом шкафу есть конвекция поэтому я подсушиваю с закрытой дверцей но после того когда духовой шкаф отключаю я дверцу приоткрываю после пару первых заходов на дверце может скапливаться влага я ее просто вытираю тряпочкой вот и у меня духовой шкаф остывает раньше когда у меня духовка была газовая без конвекция то я тогда сушила с приоткрытой дверцей вставляла вот деревянную лопатку как бы так наискосок и у меня дверца была немножко приоткрыта вот ну так что имейте это виду надеюсь кому-то мой опыт пригодится ну и конечно лучше для таких вот пряных слив выбирать сорта которые более кислые потому что ну вот сладкие конечно будет не совсем то все теперь отправляя в духовой шкаф выбирая режим подсушивание устанавливать температуру 60 градусов таймер на 30 минут и затем просто отключаю открываю духовку и иду спать потому что делаю вот вечером будет стоять у меня ночь вот и затем уже утром продолжу подсушивать у меня уже прошло несколько процессов сушки смотрите насколько сливы уменьшились в объеме если вы помните то я укладывала их прям очень плотно и сливы просушиваются конечно неравномерно потому что они отличаются по размеру для того чтобы не пересушить я сейчас вот с двух противней отложу в баночку те которые уже на мой взгляд готовы я выбираю те которые на мой взгляд более подсохли то есть даже вот видно невооруженным взглядом что например вот это слива уже практически готова а например вот этой еще необходимо время подсохнуть остальные переложу на один противень и продолжила сушку беру те которые уже более подсохли и укладываю их в баночку опять таки тут надо смотреть для каких блюд вы готовите эти сливы ну принцип такой же как и для томатов если вы будете добавлять в само тесто то конечно лучше больше засушить если вы будете использовать просто выкладывая на бутерброды на какие-то бруски это сверху пиццы то конечно лучше делать менее засушенная ну я уже сушу не первый раз поэтому ориентируясь на ощущение рук если прям вот так сильно влажно я оставляю если я чувствую что половинка подсушенная то я ее кладу в банку это конечно может быть с первого раза не совсем понятно но уже со временем вы поймете и будете отлично ориентироваться и для того чтобы у нас процесс пошел побыстрее то я бы рекомендовала вот эти вот половинки перевернуть обратной стороной у нас внешняя часть уже была подсушенная сейчас подсохнет внутренняя часть и таким образом приготовиться все более равномерно вот в итоге с двух противень и у меня получился один частично я сложила в банку вот эти вот перевернула все обратной стороной к верху и теперь поставлю в духовой шкаф продолжу сушить так как я буду использовать для приготовления в дальнейшем брускетты я буду заливать оливковым маслом и здесь можно поступить двумя способами если вы знаете что в ближайшее время не съедите либо же у вас большая партия я бы рекомендовала любое масло которым вы будете заливать довести до кипения и затем уже залить наши сливы либо же томаты но так как у меня здесь получился не очень большой объем и я знаю что в ближайшее время мы съедим я буду заливать просто маслом сразу с бутылки у меня это оливковое масло холодного отжима вот заливаю просто доверку закрываю крышкой и буду хранить в холодильнике и в процессе хранения это масло пропитывается травами вкусами слив либо томатов и затем его очень вкусно использовать для приготовления различных блюд все теперь отправляю в холодильник а эту партию отправляют досушиваться если вам мое видео понравилось то конечно не забудьте меня поддержать вы можете это сделать поставив лайк написав комментарий либо же поделиться моим видео со своими друзьями если вы подписываетесь на мой канал то выбирайте черный звенящий колокольчик тогда вы точно ничего не пропустите ну а мы увидимся с вами совсем скоро всем пока пока